В Новочебоксарске сегодня тоже обсуждали проблемы ЖКХ. Депутаты, госсоветы Чувашии, представители администрации, жилищные инспекции и прокуратуры слушали жалобы и предложения жителей. На повестке дня оказалось немало вопросов, но самые бурные обсуждения коснулись работы управляющих компаний Новочебоксарска. На сегодня в городе со стотысячным населением зарегистрированы десятки компаний. Некоторые из них не справляются со своими прямыми обязанностями. Председатель одного СТСЖ по Ельниковскому проезду заявил, что в нескольких домах сумма долга идет не на десятки, а на сотни тысяч рублей. И как возмещать такие убытки, пока остается загадкой. По словам Александра Сироткина, у любой проблемы есть решение. И в этом случае он предложил два варианта развития ситуации. Предложено собственникам в течение двух недель определиться, согласовать тариф на эксплуатацию этого многоквартирного дома для заключения договора с выбранной управляющей компанией. Если собственники это не реализуют свое право, тогда муниципальное образование будет вынуждено выставить данный дом на конкурс по выбору управляющей компании по определенной процедуре. Еще один адрес – бывшее здание биотехнического колледжа. После реорганизации учебного заведения здание осталось бесхозным и требует серьезной реконструкции. Но муниципальных средств для капитального ремонта здания будет недостаточно. Поэтому городская администрация надеется на помощь федерального бюджета. Сегодня мы рассматриваем другие предложения, в том числе и перевод начального звена с шестой гимназии после проведения капитального ремонта этого здания. Будем готовить соответствующие предложения. Если правительство, министерство образования нас поддержит, тогда будем его реализовывать. Это лишь малая часть проблем, которые требуют немедленного решения. Депутаты Государственного совета призвали жильцов работать во взаимодействии и пообещали держать эти вопросы под контролем. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.